Здравствуйте! Добрый день, уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, слушатели! Разрешите Ваше внимание представить доклад о ранних формах рака молочной железы и возможности выполнения реконструктивно-пластических операций. Прежде всего, хочется сказать немножко о статистике, так как количество выполненных эстетических операций наряду с реконструктивно-пластическими операциями на фоне злокачественных заболеваний молочных желез с каждым годом всё становится всё больше и больше. Эта тема продолжает оставаться актуальной. Решение хирургических вопросов у пациентов, которые борются за хорошее качество жизни, но, к сожалению, имеют злокачественные заболевания молочной железы. К раннему раку молочной железы относятся карцинома НСИ, это рак ПЮДЖ, инвазивный рак, опухоль менее 2 см в диаметре и без метастатических признаков. Виды хирургического лечения при раке молочной железы могут быть как органосохранные, так и органовыносящие. Органосохранные — тонкопластические резекции, органовыносящие — это радикальная мастектомия, но и, возможно, выполнение подхожной или кожесохранной мастектомии с одномоментной реконструкцией эндопротеза и реконструктивной операцией с применением аутологичных тканей. Прежде всего, в начале доклада хочу сказать, что, находясь в хирургическом укуражении, стоит забывать о необходимости соблюдения всех онкологических принципов, то есть, имея пациентку с небольшим узловым образованием, с достаточно большим объемом молочной железы и возможности выполнения ей онкопластической резекцией, имея много материала, с которым можно работать, нужно не забывать работать с этой пациенткой индивидуально и более глубоко рассматривать ее клиникоинструментальное исследование. Возможно, данная пациентка, которая на первый взгляд, ей возможно выполнение резекции, она как раз является той пациенткой, которой необходимо выполнение подхожной или кожесохранной мастектомии. Современные направления хирургического лечения, на наш взгляд, зиждется на основных вот этих трех моментах. Это более широкое внедрение органосохранных операций, опять-таки при соблюдении онкологических принципов, использование кожесберегающей мастектомии с эндопротезированием и при возможности, конечно, выполнения биофсии сигнального лимфатического узла. Я думаю, что долго не нужно останавливаться на определении, что же такое биофсии сигнального лимфатического узла. Я вам представлю краткую видеозапись, как мы это выполняем в нашем центре. И, так сказать, подтверждение удаленного лимфатического узла. Когда же мы всё-таки выполняем полное удаление молочной железы и предлагаем выполнение одномоментной реконструкции? Это наличие множественных микрокальцинатов, так называемый неблагоприятный инфонд крайней железы, мультицентрическая мультифокальная форма роста ухлевого узла и наличие БРК-ассоциированного заболевания. Резекция молочной железы. Она может быть как и радикальная резекция. Это удаление фрагмента ткани железы с опухолевым узлом, выполнением регионарной лимфоденектомии либо биофсии сигнального лимфатического узла. И онкопластическая резекция. Также удаление фрагмента ткани. Также выполняется регионарная лимфоденектомия или биофсии сигнального лимфоузла. Но формирование оставшейся ткани железы с помощью элементов пластической хирургии. На слайде представлены виды онкопластических резекций. Далее представлены некоторые клинические примеры и схемы данных операций. На данном слайде пример клинический. Это левая молочная железа с опухолевым узлом на границе внутренних квадрантов размерами 17 на 20 мм. В данном случае пациентке выполнена онкопластическая резекция по типу Т-инверс слева. И справа с империзирующей операцией выполнена редукционная мамопластика по такому же принципу. И до, и после операции. Это примерно где-то 3 недели после хирургического лечения. Далее онкопластическая резекция по типу Раундблок. Примеры пациентки, заболевания справа. На слайде представлены ее вид до хирургического лечения. И уже на этапе подготовки с разметкой для лучевой терапии после операции. С-пластика. Далее узловое образование в левой молочной железе размерами 18 на 12 мм. На слайде представлена пациентка до и после хирургического лечения. Если вы обратите внимание, в данном случае осуществлен субмомарный доступ в складки. И после операционного рубежа прячется здесь в складке. Модификация по типу Лежо, если узловое образование расположено на границе нижних квадрантов. Сперпо Хамонду. Также онкопластическая резекция на верхней медиальной и верхнелатеральной грандулярной ножке по типу Элизабет-Холфингли. Онкопластическая резекция по типу Гризотти, если идет поражение зоны соска и центрального сектора. Дизайн-пластика. Удаление молочной железы. Это может быть как классическая стандартная радикальная мастектомия. Или подкожная или кожесохранная мастектомия. С сохранением или без сохранения сосковоярного комплекса. И с одномоментным выполнением эндопротезирования. Эндопротез может быть установлен как под мышцу, так и на нее. А какой же вид эндопротеза мы устанавливаем препекторально? Мы это делаем как с полиулетановым имплантом, так и с текстурированным эндопротезом. И выбирая ту или иную технику установки эндопротеза, мы прежде всего должны определиться, какой это должен быть пациент. Мы определяем пациента по его конституции. Толщине подкожно-жирового слоя, тургору тканей, возраст с учетом наличия сопутствующей патологии. И естественно желание самой пациентки выполнения реконструктивной пластической операции. Вот клинический пример пациентки. Узловое образование до 2 см в верхнем наружном квадранте. Большой объем ткани молочной железы. И на первый взгляд кажется, что ей можно выполнить органосохранную операцию, удалить узловое образование. В дальнейшем пациентку спокойно отправят на лучевую терапию. Но мы должны более подробно, как я уже сказала в начале доклада, обратить внимание на дополнительный, на, так сказать, фон, благоприятный или неблагоприятный фон. У ткани железы у данной пациентки. И, наверное, на данном слайде это видно не очень хорошо. Здесь обнаруживаются множественные диффузно и локально расположенные микрокальцинаты по всей площади ткани железы. Это не только здесь, это и здесь, и здесь к лечению микро- и макрокальцинатов. И эта пациентка была нами оправлена на полное удаление ткани железы с одномоментной реконструкцией эндопротезом. Также на маммографии, даже если очевидно, что мы, пациентки, будем уже выполнять реконструкцию с эндопротезом, подхожной долине ткани железы, тем не менее, по маммографии мы всегда оцениваем толщину подхожно-жировой клетчатки. На данном примене мы видим, что у этой пациентки хорошая толщина подхожно-жировой клетчатки. Вид пациентки до операции и после операции. Подхожная мастектомия. Справа с номерной реконструкцией эндопротезом с биопси сигнального лимфатического узла. Разрез на передней подмышечной линии в субмомарной складке. Данее аналогичный пример. Левая молочная железа. В верхнем наружном квадранте определяется тень округлой формы. Узловое образование размерами до 11 мм. И также определяется участок скопления микрокальцинатов на достаточно большой площади. Также определяется толщина подхожно-жировой клетчатки. И мы также принимаем решение, что пациентке рекомендовано выполнить в данном случае подхожно-удаление ткани железы. Плюс у данной пациентки был еще и рак бюджета левого соска. Кожесохранная мастектомия слева с реконструкцией эндопротеза с биопсией сигнального лимфатического узла. Также пример пациентки с препекторальной установкой полиуретановым импланта. На что еще обращаю внимание, что мы достаточно скрупулезно относимся к виду кожного разреза. То есть на всех предыдущих пациентках видно, что осуществлен субмомарный дворступ. В данном случае такой разрез выбран в связи с тем, что есть асимметрия расположения сосковариальных комплексов относительно одной плоскости и выполнена так называемая пиксия за счет такого разреза. Подхожная мастектомия справа с подхожной установкой полиуретановым импланта с биопсией сигнального лимфатического узла. Следующий пример пациентки. В данном случае выполнено подхожное удаление ткани железы с установкой подмышцу текстурированного эндопротеза. Разрез также расположен в субмомарной складке по передней подмышечной линии. И особенная категория пациентов — это генетически ассоциированные пациенты. Наличие мутаций генных БРК-1, БРК-2. Те пациенты, которых мы берем на полное удаление ткани железы. И рекомендуем этим пациенткам выполнить профилактическую мастектомию с реконструкцией контролуторальной маочной железы. Для нас имеет значение в данной операции, чтобы это были высокопенетранные гены. Гены БРК-1, БРК-2. Клинические примеры пациентки 34-х лет. БРК — ссоциированный рак права молочной железы. Ранее в анамнезе пациентки статическая операция по поводу... Статическая операция в 2011 году. Также отягощенный выраженный семейный анамнез. И наличие мутации в гене БРК-1. Вид пациентки до операции и через 7 месяцев после операции. Далее пример пациентки 29-ти лет. БРК-1, БРК-1, ссоциированный рак левой молочной железы. Первая стадия. Отягощенный семейный анамнез. И наличие мутации в гене. Это двухэтапная реконструкция пациентки. На первом этапе выполнена подхожная мастектомия с левосбиопсией сигнального нефоузла. Установка тканевого экспандера. Далее пациентке на втором этапе выполнена замена экспандера на имплант слева. И с профилактической подхожной мастектомией справа с установкой эндопротеза препекторально. Далее на слайдах я представлю несколько примеров пациенток. Которым мы препекторально устанавливаем не только полиуретан, но и текстурированные эндопротезы. Достаточно тоже интересная категория пациентов. И, скажем так, не каждый хирург готов установить текстурированный эндопротез под кожу. Имеется определенный риск эпилового экструзии. Значит, это вид пациентки до и через 3 месяца после операции с этих стурированный эндопротезом под кожу, с хорошим объемом подкожно-жировой клетчатки. Аналогичная пациентка до и через 2 месяца после операции. Также, если вы обратите внимание, на наших примерах нас не пугает объем эндопротеза. То есть мы не боимся осложнений при наличии хорошей подкожно-жировой клетчатки, о том, что мы можем потерять этот эндопротез. Вот вид пациентки с эндопротезом объемом 510 мл, 495 мл, 605 мл, 650 мл мы уже имеем в нашем арсенале. И также наряду с эндопротезированием, основными техниками для реконструкции, для реконструктивно-пластических операций применяются и лоскутные реконструкции. Это восстановление торакодорзальным лоскутом, троим лоскутом, ДиЭП, ГЭП и другими. Торакодорзальный лоскут – это кожномышечный лоскут на основе широчайшей мышцы спины, торакодорзальных сосудов. Мы любим этот лоскут как лоскут спасения. На слайде представлен клинический пример пациентки, у которой ранее был установлен подкожно-полиуретановый эндопротез. Очень хорошая подкожно-живая клетчатка. Достаточное количество клетчатки было и оставлено, но, к сожалению, это достаточно очень сложно прогнозировать, какой пациент как среагирует на дивангом лечении. В процессе лекарственного лечения вот так пациентка среагировала, произошел диастаз без какой-либо инфекции, при наличии небольшого количества жидкости вокруг эндопротеза. Вот так вот среагировала, и мы, к сожалению, потеряли этот эндопротез, и выполнили отсрочную реконструкцию торакодорзальным лоскутом уже с текстурированным эндопротезом. И далее кратко совсем скажу о возможности применения трэм-лоскута, поперечную кожно-мышечную лоскут передней брюшной стенки на основе прямой мышцы живота, которая переносится из донорской рецепиентной зоны по подкожному каналу. Более совершенными методами реконструкции в настоящее время меняются свободные лоскуты, нет необходимости выделения длинной мышечной ножки и формирования подкожного туннеля. Это геп-лоскут, разметка его, и применение геп-лоскута ягодичной мышцы. Благодарю за внимание. Продолжение следует...